Вечернем эфире ТСВ «Экспертное мнение». В студии работают Ирина Руснак и Алла Горбатенко. Мы продолжаем тему Днестра. На днях в интернете появились фотографии, сделанные в верховьях Днестра в Хмельницкой области, напротив Хатинской крепости, вместо реки. Там сейчас пустыня. С нами на связи молдавский эколог, эксперт по Днестру Илья Трамбицкий. Здравствуйте, Илья. Хотелось бы спросить и вас попросить прокомментировать эти видео. Что происходит с Днестром? Почему так случилось, что настолько обмелела река? Украина испытывает острую нехватку электроэнергии. Поэтому гидроэнергетики Украины, особенно по Днестру, израсходовали, в принципе, больше воды, чем это происходит обычно в такое время. То есть израсходовали из Днестровского водохранилища. Днестровское водохранилище является главным, будем говорить, складом воды на Днестре. Естественно, в весенний период эта проблема тоже существовала. Поэтому мы подняли этот вопрос еще в марте, что гидроэнергетики сбрасывают слишком много воды. Тем не менее, приток был, были осадки в Карпатах, поэтому эти запасы восстанавливались. Но сейчас наступило такое время, когда новой воды поступает очень мало, на уровне 80-100 кубических метров в секунду. И на том видео, которое все видели, отражается ситуация. Но это видео, будем говорить, не вполне объективно, потому что оно показывает только ту территорию водохранилища, которая оголена. Но на самом деле она не показывает сам Днестр, который течет там же, где он всегда тек. Вы говорите, что главная причина обмелевшего Днестра – это чрезмерный сброс на Новоднестровской ГЭС. А вчера власти Хатина дали разъяснение, что воды не хватает из-за того, что нет дождей. И река просто вернулась в свое прежнее русло. Вот на самом деле, как вы считаете, в чем причина? Да, действительно, я только что об этом говорил, что Днестр на самом деле сегодня течет в районе Хатина по своему старому руслу. И, в принципе, объем воды, поступающий в районе 80-100 метров в секунду, это означает, что просто объем водохранилища уменьшился, и само водохранилище из-за этого ушло в сторону плотины. Хорошо. Если это естественное русло, то, которое было у реки раньше, почему сейчас эти видео и то, что произошло, так пугают людей? Ну, люди в основном не вполне понимают, что происходит. И, естественно, комментарий, который там дается к этому видео, он, конечно, тоже паникерский и демонстрирует то, что происходит трагедия. Днестр высыхает. Но на самом деле это не совсем так. А то, что будет, это зависит целиком от погоды. Если будут осадки в июне, июле, то ситуация может исправиться. И тут важно, чтобы украинские энергетики не использовали опять эту воду, как они это делали до того, а накопили до уровня минимум 118 метров над уровнем моря, с тем, чтобы эту воду потом можно было использовать для нижнего течения и не испытывать таких стрессов, как мы испытываем сейчас, не зная, что будет в будущем. Ну, вот вы говорите, что поводов для паники нет, но две недели назад вы говорили, что вот такой сброс на Новоднестровской ГЭС грозит нам засухой. Чего нам, в принципе, дальше ждать? Просто может быть дефицит воды, может быть снижение уровня Днестра до такой отметки, когда сложно забирать воду для водоснабжения Кишинева и Одессы. Вот. Вот об этом я говорил. Но я уже не говорю про ирригацию, конечно, тоже это проблемно будет. Ну, хорошо, а если ГЭС продолжит сбросы в том же темпе, мы можем говорить об экологической катастрофе? Я думаю, что экологическая катастрофа – это не совсем тот термин, который нужно использовать. Мы должны использовать термин «дефицит воды». В первую очередь для нужд человека. Вот. Потому что река восстановится. Там, конечно, будут проходить не вполне такие экологически нормальные процессы в самой реке, но это не трагедия. Это река восстановится, как только восстановится ее нормальный гидрологический режим. Вы говорите о том, что ситуацию могут спасти дожди, да, исправить как-то это положение. Если дожди не пойдут, не будет осадков летом? Если не пойдут, мы будем дальше обсуждать этот вопрос. Потому что на самом деле, ну, мне трудно сказать технически, до какого уровня может спуститься вода в Днестровском водохранилище. Вот. Утверждают, что вроде бы до 110 метров. Но, как вы понимаете, форма сечения самого водохранилища имеет вид перевернутой трапеции. И поэтому с каждым метром воды все меньше. Имеется в виду все, ну, будем говорить. И поэтому, конечно, мы уже будем говорить о том, что дефицит очень острый. Далее. И как будет дальше функционировать тоже этот гидрокомплекс, мне тоже трудно сказать. Я не знаю, до какого уровня это водохранилище может быть спущено. И всегда, когда мы обсуждали весной с украинскими коллегами режим весеннего экологического попуска, всегда они настаивали на том, что где-то 118 метров дальше мы боимся спускать, потому что может не хватить воды на случай летней и осенней засухи. Сегодня мы уже превзошли много раз этот, будем говорить, уровень. И будем видеть, что дальше будет происходить. Ну, вот как высох Днестр в районе Хатина мы увидели, а у нас такое, в принципе, возможно. Может также вода уйти? Или для этого нужны какие-то вот прям определенные условия? Нет, мы не можем наблюдать, потому что, ну, во-первых, Дубосарское водохранилище, где теоретически может сложиться такая же ситуация, оно будет поддерживать тот уровень, который оно сегодня имеет. Там не будет снижения. Потому что по сравнению с объемом Днестровского водохранилища, это мизер, то, что есть вода в Дубосарском водохранилище. И это не принципиально, будем говорить. Вот. А на других местах Днестр просто станет более маловодным. И, ну, какое-то отхождение от берега воды мы, конечно же, увидим. Но такое уже бывало. Ну, вот смотришь на эти видео, да, из Украины. Действительно, они такие шокирующие. И главный вопрос, наверное, который у всех возникает – может ли пересохнуть весь Днестр? Нет, нельзя такого сказать. Днестр в Нипе не высохнет. Другое дело, что вода может, в смысле, воды может стать еще меньше. Но я думаю, что она будет где-то вот на том уровне, то есть поступление воды из Карпат будет где-то на том уровне, на котором сегодня. Ну, хорошо. А вот то, что Днестр пересох в районе Хатина, есть опасность какая-то даже для того населенного пункта? Для самой реки, пожалуй, ничего страшного нет. А для людей, которые живут, конечно, угрозы существуют. Спасибо за этот разговор. С нами на связи был эколог Илья Трамбицкий. В минувшие выходные сотрудники Рыбнадзора задержали крупный браконьерский улов, больше тонн толстолобиков и два белых амура. А сейчас с нами на связи начальник управления рыбоохотинспекции Павел Сотников. Павел, добрый вечер. Здравствуйте. Смотрите, сети с рыбой обнаружили на Лимане возле погранпункта у Незавертайловки. Вот Ира уже сказала, больше тонны толстолоба и два белых амура. Это самый солидный улов за период нереста, который удалось взять? Это особо крупный улов, скажем так. Это особо крупный ущерб, нанесенный нашей окружающей среде. Тем более, это в переграничной зоне и в месте постоянного запрета еще и в нерестовый период. То есть там двойной запрет получается? Не брали еще такую крупную партию, чтобы браконьеры словили? За мою деятельность я столько рыбы еще не видел, чтобы было выловлено, причем за очень короткий период. Как получилось, что они успели так много наловить, долго сидели или там большое скопление рыб? Нет, смотрите, там находится сброс воды, то есть сброс и подпитка воды. То есть это место не зря является местом постоянного запрета, ввиду того, что оно насыщается кислородом. То есть поставить сети можно только тогда, когда будет закрыт канал, то есть подпитка воды. Земгресса осуществляла свои мероприятия экологические, и после того, как они закрыли подпитку воды, туда скапливается на кислород практически вся рыба, именно толстолоб, скапливается туда, на шлюз. И этим воспользовались браконьеры, поставили сети. А как вы узнали, что там сети стоят? Насколько мы понимаем, что браконьерам удалось уйти, а как вообще на это место набрели? Мы не набрели, нам поступила информация о том, что на данном месте будет произведиться вылов запрещенными орудиями лова, поэтому мы среагировали, выехала туда оперативная наша группа, и уже просто учитывая то место, что там подъехать очень тяжело, чтобы вас не заметили. Там стояли люди, которые следили за тем, что проедет, не проедет машина наша, либо какая-либо машина неизвестная гражданам. И мы просто буквально не успели на одну минуту. На данный момент ведутся следственные мероприятия, я думаю, нарушители будут найдены, так как у нас был и поднят дрон пограничниками, оказывались содействия сотрудники МВД, я думаю, что ведутся на данный момент следственные мероприятия. Найдены будут нарушители и будут привлечены к уголовной ответственности. Вы сказали, что идут следственные мероприятия, что грозит, тем более такой крупный улов у них? В соответствии с уголовной статьей по данному факту, им гражданам грозит, если говорить об особо крупном размере ущерба, до трех лет лишения свободы. А какие предположения? Это местные браконьеры или какие-то забрели к нам? Нет, это скорее всего были наши граждане, потому что граждане Украины при нас проверялись эти материалы на своей территории, они не заходят на нашу территорию, там четко определены границы. На ваш взгляд, почему браконьеры не боятся? Вроде бы постоянно проводятся рейды, проверяет рыбинспекция, ездит по берегам. Почему не боятся? Штрафы маленькие, наказание слабое. Нет, я думаю, браконьеры боятся. Без нарушителей тоже не будет. Но они становятся умнее, скажем так. Они пытаются от нас скрыться, пытаются это делать ночью, вечером, чтобы мы не могли это никак записать, зафиксировать. Прячут от нас улов на сопредельном государстве с сетями. И такие случаи были, но мы все равно доказывали о том, что они осуществляли лов рыбы. Просто на сегодняшний день у нас мало воды было, потом было много воды, и вода была холодная. И не скажем так, что было много нарушителей. А штрафы вы сказали? Какие штрафы? Штраф у нас предусмотрен за грубое нарушение правил рыболовства. Предусмотрен от 1840 рублей, это за грубое нарушение на первый раз, до 8000 рублей. Ну то есть это же сколько надо рыбы поймать, чтобы окупить вот этот штраф, да? Ну смотрите, у нас это больше предусмотрено за повторность. То есть если гражданин первый раз, и у него это является как смягчающим обстоятельством, первый раз попался за нарушение правил рыболовства, за грубое нарушение, ну будет назначен, скорее всего, штраф Сторуум за пояснение отягчающих обстоятельств. Второй раз, естественно, будет больше. И третий, и так дальше. Это достаточно ощутимая сумма, при том, что мы изнимаем все эти материалы, и эти материалы подлежат только уничтожению. Павел, еще хотели с вами обсудить одну тему. Это лисы, которые атаковали наше село Чобручи, да? Их там очень много обосновалось, около 300 животных, и они держат в страхе все село, таскают кур, гусей. На ваш взгляд, в чем причина, да? Почему так много лис? Раньше их отстреливали, да? А сейчас что, перестали? Нет охотников? Что вот происходит? Охотники есть, и общество слободзейское охотников есть, но, по моему мнению, проводится недостаточное мероприятие по отстрелу нежелательных видов дичи, в том числе и этим обществом, и охотников. Хотя служба на сегодняшний день издала приказ о оперативных группах и выдала разрешение на отстрел нежелательных видов дичи. Но те же охотники не выходят на отстрел. Не знаю почему. Может быть, состав молодой охотников появился, который неинтересен этот вид охоты. Потому что ранее взрослые граждане, которые еще при Советском Союзе охотились, еще в 2000-х годах охотились, они шли с более интересом. Потому что они понимали, что чем больше будет нежелательных видов дичи, тем меньше будет дичи в виде зайца, фазана. Потому что они уничтожают не только домашний скот, они уничтожают и дичь, которая проживает на этой территории. Чем больше будет лис, тем меньше будет мест для охоты именно самим гражданам. А что делать? Как заинтересовать охотников? Чтобы, не знаю, может быть, какие-то беседы с ними вести? Вот когда человек получает охотничий билет, может быть, как-то в обязаловку это вменить? Ну, не знаю, какие есть меры? Они дают у нас экзамен на получение охотничьего билета. В правилах четко прописано о том, что необходимо при проведении охоты отстреливать нежелательные виды дичи. И если вы видите их, то необходимо сразу отстрелить. Но в моем опыте они это не проводят, боясь спугнуть другую дичь. То есть все, по моему мнению, ищут какую-либо выгоду для проведения охоты, но никак не видят в этом получение удовольствия. И в том числе и получение пользы для природы, и в том числе пользы для самих граждан, проживающих рядом на этой территории. Хорошо, а что делать с этим гражданам? Мы будем проводить беседу с этим обществом, с охотниками, которые будут в этом году приходить получать отстрелочные. И я думаю, что будем обязывать их отстреливать нежелательные виды дичи. Но разрешено, опять же, есть одни вопросы, когда те же лисы, они селятся в черте населенного пункта. Есть у нас и заброшенные дома, где они проживают вот здесь. Охотники не имеют права проводить отстрел нежелательных видов дичи, потому что законом это запрещено. Это нарушение техники безопасности. Вот кроме лис, есть еще сообщение о том, что в наши леса все чаще и чаще заходят шакалы. Да, много их у нас появляется. По вашему мнению, откуда они взялись, откуда к нам они пришли? Ну, шакалы у нас пришли, они больше пришли, они находились в камышовой зоне, это Вилково. Ввиду каких-либо неприятных для них условий существования, они перешли выше по течению к нам. Ну, вы тоже понимаете, у них ареал обитания почти 40 километров. Они поднялись сюда и вот здесь плодятся. Для них здесь это просто рай. То есть они охотятся, могут охотиться и на нежелательный вид дичи, и на мелких косуль. У нас же наши животные не видели такой вид дичи, как нежелательный, как шакал. Волки, да, были, а вот шакалов еще не было, это стайные животные. Они опасность какую-то могут представлять для населенных пунктов? Они не представляют опасность. Ну, а вообще то, что у нас диких животных становится больше, о чем это говорит в последние годы? О том, что у нас хорошая экологическая обстановка сложилась на территории Приднестровской Молдавской Республики. Я даже не знаю, успокаиваться нам или радоваться это. Ну, как бы радоваться или переживать за это. Не, нужно радоваться, потому что природа возвращается, и появляется все больше и больше диких животных, которые обитают. Если появляются лисы, значит, появляется и для них объект питания. Их бы не было столько много, если бы не было чем питаться. В том числе и другие животные, которые у нас появляются. Были бы информации о том, что и олени появились у нас в Китсканах. Думаю, что еще не первый раз мы с вами будем связываться и будем получать сообщения о каких-то необычных животных в наших краях. Которых раньше не было, да? Спасибо, Павел. С нами на связи был начальник управления рыб-охотинспекции Павел Сотников. На этой неделе можно избавиться от монет, которые завалялись у вас дома и лежат без дела. Банки принимают мелочь и обменивают их на рубли бумажные без всякой комиссии. У нас в студии наша коллега Светлана Мартынюк. Света, привет. Здравствуйте. Она сегодня побывала в Агропромбанке. Свет, ну что, акция стартовала с понедельника. Сегодня вторник. Насколько активно идут люди сдавать свою мелочь, завалявшуюся? Идут ли вообще? Я думала, первый вопрос будет про кассиров, которые рады этой акции, наверное, больше, чем кто-либо другой. Они рады, на самом деле. Я думаю, копейка рубль бережет. Еще там всякие другие пословицы они вспоминали, когда им приносили вот такие мешки с монетами. Действительно, мы застали сегодня несколько человек, которые обменивали монеты на бумажные деньги. И, как и рассказали кассиры, и мы это тоже подтвердили тем, что мы увидели, что чаще приходят подростки. Подростки с родителями и вот обменивают мелочь на купюры. Действительно, они копят, складывают, и сейчас появилась возможность, чтобы обменять их без комиссии. То есть это у детей, да, вот такая привычка иметь дома копилку и туда все монеты. Или, чтобы вот собирать монетки туда, все, которые завалялись или дали на сдачу, или тебя отправляют за хлебом, дают какую-то крупную сумму, там, купюру какую-то, и говорят, сдачу тебе. Ты приходишь и говоришь, можно сдачу я себе? Да, да. Нет, ну, смотрите, когда в моем детстве это было, да, у меня была свинья-копилка, помню, мы собирали там с сестрой то на велосипед, там еще на магнитофон, потом, когда постарше были. Это понятно. Сейчас, мне кажется, мелочь уже как-то вот, она утратила свою актуальность, потому что, ну, потому что мелочь. У нас сейчас другие средства оплаты, и все-таки накапливается она дома, да, получается? Вот как раз и для этого, на это и была нацелена эта акция, которую объявил Центробанк, когда подсчитал, что уж очень много вот такой наличности, получается, в виде металлических денег, а село где-то по домам, по карманам, по копилкам, потому что в обороте этих денег нет. А надо признать, что периодически коммерческие банки просят у Центробанка мелочь разную, и мелкие рубли, и копейки для того, чтобы отдавать магазинам. Все торговые точки обращаются в банки для того, чтобы разменять нам крупные деньги на мелкие, чтобы вот размениваться, да, когда оплачивают покупки люди. И вот пришли к тому, что нет смысла сейчас чеканить новые монеты, потому что очень много копеек на руках где-то, и они не в обороте. Ими не расплачиваются, как правило, то есть они вот где-то забытые, лежат дома, пылятся, и поэтому придумали вот такую акцию. Это все мне рассказали в Центробанке, и на прошлой неделе, когда комментировали, для чего же они это сделали, и мне пояснили, что пошли по российскому опыту. У нас такая акция впервые, а там уже вот несколько лет проводят. И если наш Центробанк подсчитал, что на каждого приднестровца вот где-то дома, ну примерно, это понятно, что в среднем, средние цифры, 344 монеты у каждого из нас, это примерно килограмм, 900 с лишним грамм, то в России на каждого россиянина полтора килограмма вот таких монет приходится, которые тоже вот без дела лежат дома где-то затерявшись. Да, Света, ты сказала, что на каждого приднестровца, по-моему, еще и младенцев они посчитали. Абсолютно все. Пенсионеров, да-да-да. Привучают все возрастные категории. Да, 344 монеты, это почти килограмм. Вот интересно, может, у кого-то и больше, и наверняка больше, как люди, если приходят сдавать, в чем они приносят эти монеты? Мы знаем, что банки просили сортировать 5 копеек, 10, вот сейчас в чем приносят? Все сортируют это, или книжка? Да, я встретила двух школьниц, они пришли с пакетиками, я сразу, увидев их издалека, заподозрила, что они пришли именно с этой целью, чтобы обменять их на бумажные деньги. Действительно, из черного пакетика они вытащили другие пакетики прозрачные, в которых уже были отсортированы тщательно. Девчонки даже их просчитали, и в каждом пакетике была вложена бумажка, где написано, сколько там денег. То есть там здесь 10 рублей, здесь 15, ну, то есть по номиналу все было уже просчитано заранее. Да, почему все банки просили по номиналу разделить, потому что, ну, это, можно сказать, половина работы уже для кассиров, потому что сортировка тоже очень много времени занимает. Много времени, да. Я поинтересовалась, почему не принимают на вес, например, или вот, ну, каким-то другим образом. Спецоборудования в наших банках нет, чтобы считать эти монеты по количеству, поэтому считают вручную, ну, а на вес не принимают, потому что, оказывается, наши монеты все разного веса. До, если я не ошибаюсь, 2019-2018 года выпуска, они были сделаны из алюминия. Сейчас они более тяжелые, они из другого сплава металла, поэтому, ну, то есть вот на вес... Легче, легче вот так сесть и пересчитать, да? Ну, не то, чтобы легче, а это единственный выход. Это единственный выход, ручное пересчитывание, да. Света, а много денег сдают? Вот интересно, за один раз, вот мы сказали, там, 300 с чем-то монет у каждого, а те, кто вот сегодня пришел... Суммы какие-то. Да, суммы, к сожалению, мне сегодня не обозначили, кассиры сказали, что это коммерческая тайна клиентов, но когда вот при нас сегодня сдавали, меняли монеты, и сумма была там обозначена порядка 300 рублей, я спросила, это много, это типичная сумма? Мне ответили, что бывает и больше, это вот единственная информация, которую я смогла выяснить, ну, и есть цифра от Агропромбанка, которая касается вот вчерашнего дня. За вчерашний день только в центральном отделении, это которое напротив Тимпа, Агропромбанка отделения, туда принесли, чтобы обменять более 18 тысяч рублей, копейками, естественно. То есть, ну, вот тысяча евро, по сути, уже сейчас обрела свое место жительства в хранилище Агропромбанка, но затем она перекочует в Центробанк, ну, то есть, вот как это и было задумано. Мне вот интересно, вообще нужны будут, нужна будет эта мелочь? Мы в последнее время реально перешли все, ну, практически все, на наличные платежи, на мобильный платеж. Нужна ли вообще сейчас мелочь в обороте? Может быть, все идет к тому, что ее со временем вообще из-за оборота? В банках и останется, да. Ну, я согласна отчасти с тобой, Алла. Я провела небольшой опрос и среди наших коллег, и сегодня поговорила с сотрудниками банка. Да, вот люди среднего возраста, они говорят, что они стараются избавиться от мелочи, даже не берут сдачу, считая ее чаевыми для продавца, который хорошо обслужил. Ну, то есть, этой мелочи, ну, не хотят, чтобы она звенела, мешалась где-то на дне сумки, и поэтому, в принципе, от нее отказываются, либо платят всегда безналичным расчетом, то есть, через мобильный платеж или картой. И это избавляет, то есть, ты можешь, там, 13-44 заплатить, и это снимется сумма со счета, и тебе, там, ни 5 копеек, ни 10 не будут нигде валяться. А рассуждать о том, уйдем ли мы вообще от таких наличных расчетов с мелочью, ну, не знаю, я не могу ответить. Света, скажи, у тебя завалялись где-то копейки, как много, планируешь ли ты их обменивать, или, может быть, дети твои? Да, эту миссию на себя взяла моя дочь, которая, вот, я, наверное, тем, что с этой темой работала, рассказала дома о том, что вот будет такая акция, ребенок подсчитал, конечно же, он подчистил свою копилку, и подчистил все места, где у нас обычно оседают монеты, это в прихожей полочка, какие-то еще полочки, в игрушках мы нашли очень много монет, которые, вот, ящик с игрушками, но там вот почему-то они, видимо, как ценность дети видят, что копейки, они их куда-то скидывают для себя в важное место. И потом это вот все собралось, но вот мы подсчитали там всего лишь около 30 рублей, не так много. Наверное, деньги. Ну, 344 монет там не было. Ну, значит, где-то у кого-то какие-то там настоящие залежи вот эти монетные. Ну, судя по тому, что рассказывают кассиры, да, они не называли суммы, но говорили, что гораздо больше, чем 300 рублей сдают люди вот за один раз, обменивают. Мне кажется, это какой-то момент истории даже на наших глазах творится, то, что, да, сейчас вот эту мелочь мы сдаем. Света, давай напомним, до какого числа продлится эта акция. И я так понимаю, что у людей есть еще возможность поскрести по сусекам все свои кубышки найти и принести в банк. Да, Центробанк анонсировал эту акцию с 27 мая по 2 июня, включительно. Это дни, когда в любом отделении любого банка коммерческого, у нас их три, Эксимбанк, Сбербанк и Агропромбанк, можно обменять монеты на рубли без комиссии. Спасибо за этот разговор. У нас в студии была журналист ТСВ Светлана Мартынюк. Ну, а это было «Экспертное мнение». Сразу после нас смотрите новости, все самые важные и интересные события дня. Оставайтесь с ТСВ.